Мы взяли стеклянную банку и наполовину закоптили ее изнутри. В крышке проделали отверстие и вставили в него короткую трубку. Приставим вплотную к прозрачной стенке электрическую лампу накаливания и поднесем трубку к уху. Из банки раздается слабое гудение. Чтобы вы тоже могли его услышать, вставим в банку микрофон, подключенный к усилителю. Это удивительно. Свет превратился в звук. Чтобы понять, как это происходит, посмотрим на звуковую дорожку, записанную в программе Audacity. Выделим ее фрагмент и растянем его. Мы видим, что звуковой сигнал близок по форме к синусоиде. Его период равен 0,01 секунды. Значит, частота этого звука составляет 100 Гц. Спрашивается, что заставляет воздух в банке колебаться 100 раз в секунду. Лампа накаливания питается от сети переменного напряжения, имеющего частоту 50 Гц. По закону Джоуля-Ленца, выделяемая в лампе тепловая мощность пропорциональна квадрату напряжения. Поэтому мощность пульсирует с частотой не 50, а 100 Гц. С этой же частотой пульсирует и яркость света, излучаемого лампой. Сажа внутри банки поглощает этот свет и преобразует его энергию в тепло. Это тепло периодически нагревает воздух рядом с сажей, что приводит к локальному повышению давления. Периодические изменения давления воздуха внутри банки производят звук на частоте 100 Гц. Направим лампу на датчик освещенности и снимем его показания. Яркость лампы периодически изменяется. Однако она убывает не до нуля, как предсказывала наша теория, а примерно на 20% от своего максимального значения. Дело в том, что когда напряжение падает до нуля, нить все равно продолжает светиться, потому что она не успевает так быстро остыть. Кстати, мы можем включить и тут же выключить лампочку. И посмотреть на показания датчика. Вот здесь нить разогревалась уже включенным током, а вот здесь она остывала, когда мы выключили ток. Преобразование света переменной яркости в звук называется фотоакустическим эффектом. Первым этот эффект открыл в 1880 году Александр Белл, тот самый, который изобрел телефон. Он даже собирался использовать этот эффект для передачи человеческого голоса на расстояние, но другие средства связи оказались заметно более удобными. Чтобы еще раз убедиться в том, что звук в банке возникает из-за мерцания света, мы установили между лампочкой и банкой диск с окошками, вращающийся на оси электромотора. Программа Spectrum Lab покажет нам спектр звука, принимаемого микрофоном. Сначала запустим мотор. Вот спектр его гудения. Теперь включим лампу. Вот какая выразительная линия появилась в спектре. Регулируя напряжение, можно заставить мотор вращаться быстрее. Окошки стали открываться и закрываться чаще, и частота звука возросла. Редактор субтитров А.Семкин